Главные виновники торжества танцуют вальс. Школьное платье, банты и непременно белый кружевной фартук. Сегодня форма советского времени стала украшением всех выпускниц первой школы. Кружилась вальс и ученица 11-го Б-класса Виктория Костылева. Мне, с одной стороны, такая радость, а с другой вообще грусть, потому что я в этой школе 11 лет учусь. И я знаю просто каждый уголок этой школы. А что ты видишь, кто такой держишь? Это Лёва. Мне подарили его на Новый год, когда мне было 5 лет. А почему сегодня его взяла с собой? Потому что он для меня много значит. Это как что-то такое необычное, какое-то чудо из детства. Сегодня закончилось беззаботное детство для 250 окружных 11-классников и более 500 учеников 9-х классов. Многие из них покинут стены родной школы. Поэтому и они тоже сегодня полноправные хозяева праздника. В торжественный день зажигают по полной. Кроме танцев, учителей первой школы ждал и еще один подарок. Выпускник 9-го класса Никита Семяшкин сделал своими руками макет старой первой школы. Многие из присутствующих в этом зале наверняка учились в этом здании на улице Волочейского. В этом здании школы с 1939 года по 1989 год учились многие жители нашего города, в том числе моя мама. Мне очень приятно сделать этот подарок и передать руководителю школьного музея Татьяне Петровне. Спасибо первой школе за знания, за интересные школьные годы. Ну, конечно, главный подарок был адресован всем учителям и родителям старшеклассников. Это слова благодарности. Организаторы праздника не ожидали, когда объявляли открытый микрофон, что желающих выразить слова признательности будет так много. Хочу от всего нашего доброго коллектива сказать спасибо своим родителям и извините нас за нашу коллективу. Я хочу поблагодарить каждого родителя, что присутствует в этом зале. Вклад, который вы положили в своих детей, он неоценим. То, что вы сделали, заслуживает настоящего памятника. Ваши удеяния сейчас след перед вами. Я хочу поблагодарить маму за то, что она все эти годы меня поддерживала, меня верила. И продолжаем верить песенку. Мам, я тебе не подведу. Я вам честно снова говорю. Потому что, ребят, родители, это единственные люди, которые всю жизнь улучшают. Впереди ребят ждет еще много испытаний. Это сдача ЕГЭ и поступление в техникум и вузы, расставание со школой и учителями. И, конечно же, с одноклассниками. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел себя в жизни. Чтобы все мечты были исполнены, цели были достигнуты. И чтобы мы потом встретились все через несколько лет. И каждый был счастлив по своему. После главного символа праздника, последнего звонка, ребят ждал еще один трогательный момент. Настал финальный момент праздника. Ребята запускают в небо воздушные шары, загадывают желания. Самое главное из них, это, конечно же, сдача ЕГЭ. Чего мы им тоже желаем. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, телеканал «Север».